Ребят, всем привет! В этом видео речь пойдет о новинке компании Realme под кодовым названием GT6T, которая вполне способна подтягаться за звание народного топа в своей ценовой категории. Ведь аппарат предлагает мощный чип, способного набрать под 1,5 млн балла в Antutu, достойную камеру с оптической стабилизацией и качественный 3D-экран. И дабы не быть голословным, будем сразу ее сравнивать с другими топами только от Xiaomi, это Poco F6 и X6 Pro, ведь все познается в сравнении. Стоимость аппарата на просторах Алиэкспресс сейчас варьируется в районе 34 тысяч рублей. Но вот в моменте различных распродаж ценник опускался и до 28 тысяч, в своей группе ВК и телеге я делал соответствующие посты, так что вступайте поскорее, если не хотите пропускать подобные интересные предложения. В комплектации вы найдете различную инструкцию со скрепкой, кабель сбитой PC, 110-ваттное зарядное устройство, силиконовый чехол серого образца, ну и сам смартфон с уже наклеенной защитной пленкой на экране. Выпускается смартфон у нас в двух цветовых решениях, серебряном и зеленом, как в моем случае. Диагональ его составляет 6,78 дюймов при соотношении сторон 29 и WQHD+, разрешение матрица, AMOLED имеет повышенную частоту на линии экрана в 120 Гц, также у нас здесь тач высокоскоростной, стекло у нас ударпрочное, грелоглаз Victus второго поколения, а также у нас закругление 3D у данного смартфона у нас есть. В верхней части расположился вырез под фронтальную камеру, разговорный динамик, нижний подбородок достаточно компактный, толщина его составляет в районе 2,5 мм. На верхнем торце у нас дополнительная перфорация для более грамотного распределения стерео и капот для управления бытовой техникой и микрофон громкой связи либо шумоподавления. С правой стороны кнопка питания и качелька регулировки громкости, на нижнем торце у меня перфорация под основной динамик, разъем USB-C по центру, отверстие разговорного микрофона и лоток под сим-карты формата, две наносим карточки, сюда можно установить microSD карточки, память, к сожалению, вы не расширите. С правой стороны грань у нас пустует, ничего себе не имеет, сзади надпись компании Realme и здесь два модуля со вспышкой камеры у нас расположились. Значит, материал корпуса у нас идет глянцевый пластик, отпечатки пальцев, само собой, как видите, у нас собирает, боковая грань выполнена также из пластика. Давайте по габаритам сопоставим его с прямым конкурентом Poco F6, смотрите, этот смартфон GT 6T будет немножко побольше по габаритам и в сравнении с Poco X6 Pro, мегатопом, так сказать, тоже по габаритам он будет немножко побольше двух конкурентов от Xiaomi. Давайте посмотрим, как он смотрится в комплектном силиконовом чехольчике, вот так вот перекрывается, здесь модуль камеры остается, камера не будет царапаться, потому как тут у нас бортик такой специальный есть. Передняя часть также перекрывается, пленка царапаться не должна. В общем и целом, внешний вид и сборка достаточно неплохая, в этом аспекте у смартфона все в порядке. Работает смартфон у нас под управлением пирменной прошивки Realme UI версии 5.0 на базе 14-го андроида. Прошивка глобальная с поддержкой беспроводного обновления, кстати, одно обновление по воздуху я уже получил и практически стопроцентным переводом на русский язык. Давайте быстренько пробежимся по нашей прошивочке. Значит, темная тема, само собой, присутствует. Вот здесь можно регулировать световую температуру дисплея под себя, более тонко настраивать, это хорошо. Защита зрения у нас здесь, где экран будет более в таких вот теплых тонах отображаться. И также функция устранения мерцания, которая здесь называется One Pulse E-Mode. Она здесь также присутствует, это хорошо. Яркий режим HDR-видео присутствует. Вот здесь разрешение можно менять, понизить для того, чтобы понизить энергопотребление вашего смартфона, если это необходимо. Здесь также частотное мнение экрана меняется, 60, 120, либо автовыбор. Смартфон будет сам это дело все регулировать. Ну а так, в принципе, что еще сказать? Ну, в специальных функциях тут у нас дополнительные всякие фишечки, помощник искусственного интеллекта, умное пробуждение, разделение экрана, плавающие окна, боковая смарт-панель, детский режим, в поездке. То есть, в принципе, функционал у прошивочки очень даже хороший. Ну и здесь в лаборатории Realme есть двойной режим аудио и измерение пульса через сканер щитков пальцев у нас здесь поддерживается. Верхняя шторка выглядит стандартным классическим образом, под себя, само собой, без особых проблем это все дело настраивается. Лаунч работает шустренько, без особых подтормаживаний. С этой стороны лента виджетов от Realme. Снизу и вверх список наших всех основных приложений. Google сервисы предустановлены в этом аспекте, все надеюсь в порядке. Звонилка у нас от Realme, поэтому запись звонков разрешена. Никого при этом уведомлять не нужно. Давайте очищаем приложение из памяти по классической схеме, запускаем ряд стандартных приложений. Play Market скорость открывается, Chrome как быстро прогружается и YouTube. В целом, по программной составляющей здесь у нас все отлично. Работает смартфон шустренько, быстренько, плавненько, так что пооптимизировано очень даже хорошо. Давайте проверим работу сканера четков пальцев. Подэкранный, процент попадания и скорость распознавания здесь очень даже хорошая. Функция FSR Log, смотрим, тоже работает быстро и четко. Работает смартфон у нас под управлением чипа от Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, выполненного по 4-х на интервентах процессу, имеет одно ядро более мощное X4, также 4 с пониженными тактными частотами Cortex-A720 и еще с более пониженными Cortex-A520. Графический чип Adreno 732, разрешение у нас здесь WQHD+, плотность в пиксель вставляет 449 ppi, экран напоминает 120-герцовый, Dolby Vision, HDR10, 10+, гибрид Log Gamma, поддержка у нас имеется. Оперативные постоянные памяти, в моем случае 8256, но также у нас есть старшая модификация 12256. Память скоростная, LPDDR5 и UFS 4.0. Касаемо датчиков, то тут у нас достаточно неплохой набор. Магнитный сенсор, это компас, гироскопы, ориентация, освещение и приближение отрабатывают в любом положении без особых нареканий, то есть он не гибридный, как у того же, тех же Xiaomi. Далее посмотрим на бульты тач, полноценный дискасание, сенсор отзывчивый и тач высокоскоростной. Wi-Fi модуль тоже хороший, двухдиапазонный, поддержку полосы в 2.4 и в 5 герц само себе у нас имеет. Далее смотрим на показатели тестов Antutu в сравнении с Poco F6 на Demensity, точнее на Snapdragon 8S Gen 3 и в сравнении с Poco X6 Pro на Demensity 8300 Ultra. Как видите, тут у нас значение, в принципе, практически наравне с 8S Gen 3. Самый малость опережает, как ни парадоксально. Geekbench 6 версии тоже смотрим, в принципе, сопоставимый с 8S Gen 3 с Poco F6. Далее посмотрим на графические возможности, тут он самую малость уступает Poco F6, но совсем незначительно. Устойчивость графического чипа посмотрим. Тут на самом деле падение производительности достаточно немаленькое, в районе, видите, 57% у нас устойчивость, то есть не сильно высокая, но опять-таки падение производительности со временем может подняться после того, как смартфон перегревается, немножко остывает и опять производительность повышается. Это показывает и КПУ Trotting Test 100 потоков 60 минут. Тоже, видите, вначале вроде держится хорошо, зеленый хороший график, а потом начинает падение производительности наблюдаться, смартфон немножко остывает, опять производительность повышается. Но в любом случае, троттинг тут у нас такой достаточно немаленький. Далее посмотрим на показатели теста скорости оперативной постоянной памяти. Значит, по оперативной памяти не самые высокие значения, по постоянной памяти, в принципе, примерно наравне с конкурентами. Самая малость уступает, но это не так, чтобы сильно уж и значительно. Далее посмотрим на экран. Значит, по моему прибору Radex Lupin выдают достаточно неплохие значения. В автоматической яркости 405 кандел, в ручной яркости 260 кандел. И также у нас в сравнении с конкурентами, можете посмотреть, небольшая разница, в принципе, соизмеримая, но здесь, напоминаю, у нас экран в сравнении с конкурентами, если говорить с более повышенным немножко разрешением. И также он, напоминаю, у нас с загнутыми краями стекла 3D. Давайте посмотрим на сравнение экрана с Poco F6. В целом, плотность пикселей достаточно схожая, я лично особой разницы не замечаю. И в сравнении с Poco X6 Pro тоже экраны сопоставимые. Кстати, по прибору Radex Lupin также коэффициент пульсации здесь достаточно невысокий, то есть зрение у вас устать не будет. В общем, в целом, экран можно характеризовать как достаточно хороший и качественный. Смартфон работает во всех необходимых сетях, имеет поддержку всех необходимых бэндов, включая 7 и 20. И также запас на будущее имеется, потому как аппарат у нас имеет поддержку сетей пятого поколения. А качество разговора динамика и микрофона отличное. Собеседника слышал отчетливо и хорошо, но у меня тоже слышал без каких-либо нареканий. Звук в наушниках тоже на достаточно высоком уровне, есть поддержка кодек IPX. В общем, в целом, если у вас есть качественные, хорошие наушники, сможете в полной мере насладиться звучанием без особых проблем. Давайте проверим звучание внешних динамиков. Тут у нас стерео. Ну и для сравнения, естественно, будем сравнивать с Poco F6 и в сравнении с Poco X6 Pro. Послушаем, насколько разница будет очевидна. ПОДПИСЬ НА АНГЛИЙСКОМЕР Ну, как по мне, немножко динамик здесь позвонче, позвонче. По запасу громкости самое малое сегодня будет обходить аппарат от компании Xiaomi. Но если говорить за частотный спектр, то он, в принципе, сопоставим с конкурентами. По частотному спектру все в порядке. Высокие, низкие и средние прощупываются хорошо. Так что, в общем и целом, по внешнему динамику можно поставить уверенный плюс аппарату. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона на улице. Ясная, солнечная погода. Снимаю, как обычно, рядом с окошком. Значит, что можно сказать? Количество спутников и уровень сигнала достаточно хороший. В районе 35 спутников ловит. Точность позиционирования тоже достаточно хорошая. Так что по навигации здесь все отлично. Значит, с играми смартфон справляется, само собой, без особых проблем. Все современные игры на максимальной структуре графики можно спокойно, при комфортнейшем образом поиграть. Это касается Genshin Pack на ультрах. Все у вас будет без особых проблем. FPS в районе 40 кадров в секунду. Это касается танков. Тоже 120 кадров в секунду на максимальной структуре графики у вас будут идти без особых проблем. Это и касается и PUBG. Тоже на ультрах можно вполне себе комфортно поиграть. То есть все современные игрушки тут у вас будут тянуть без особых проблем. За Asphalt 9 и такие более простые игрулики я, само собой, молчу. Ну, тут самое главное, чтобы оптимизация той или иной игры была еще на достаточно хорошем уровне. В общем, в целом, запас на будущее по игровым возможностям также тут у нас имеется. Так что, в общем, в целом, с играми смартфон справляется отлично. В принципе, как и конкуренты, Poco F6 и Poco X6 Pro сопоставимые игровые возможности. Так что, какую-то особо большую разницу вы здесь не заметите. При всем при этом нагрев корпуса достигается до показателей 41 градус. Дискомфорта я не испытывал. Так что и с играми, и с нагревом у аппарата полный порядок. И падение яркости тут у нас также не наблюдается. Так что, по играм у смартфона все будет у вас отлично. Проверим яркость нашего фонарика. Выдают в районе 250 люк, что очень даже неплохо. То есть, по фонарику здесь все отлично. Теперь касаемо камеры. Значит, основной сенсор у нас здесь на 50 мегапикселей. Sony Lite 600 и также 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. У конкурентов схожая ситуация. Но вот X6 Pro может еще похвастаться макрообъективом. Но он на 2 мегапикселя. Так что, многого ожидать от него, конечно, не приходится. Значит, давайте посмотрим на наш интерфейс камеры. Значит, вот здесь дополнительные настройки. Ночной режим, высокое разрешение, замедленная видеосъемка. Двухогонный режим есть очень даже хорошо. Значит, фото возможности, в принципе, наравне с конкурентами плюс-минус. Как днем, так и ночью фотографируют примерно равнозначно. Особо большой разницы лично я не заметил. А вот запись видео можно похвалить. Есть поддержка 4К-разрешения 60 кадров в секунду, чего нет у Poco X6 Pro. Но немножко меня подрастроила запись видео широкоугольника. К сожалению, во время видеосъемки переключаться между объективами нельзя. Как это есть возможность в X6 Pro. Так что, видите, в чем-то есть плюс, в чем-то есть минус. Фронтальная камера на 32 Мп фотографируют с хорошей детализацией. И порадовала меня фронтальная камера то, что можно записывать видео в 4К-разрешении 30 кадров в секунду. Чем похвастаться конкуренты, к сожалению, не могут. Так что, в целом, по видео возможностям смартфон, я бы сказал, что очень даже хорош. В общем, смотрим примеры фото и видео в сравнении с конкурентами и оцениваем все сами. Произведем тест камера нашего смартфона. Запись видео производится в 4К-разрешении 30 кадров в секунду. Давайте посмотрим на работу автофокусировки. Как фокус себя показывает, достаточно неплохо. А теперь давайте пройдемся посмотрим на работу нашей стабилизации. Как видите, картинка не дрожит, держится уверенно. Это говорит о том, что стабилизация у нас здесь очень даже хорошая. Показывает себя достойно. А теперь давайте произведем зуммирование. Зум у нас здесь 10-кратный, детализация вполне себе на уровне. А в общем, в целом, качество видеозаписи на смартфоне очень даже хорошее. Снимает вполне себе достойно и претензий в этом аспекте не вызывает. Теперь переключимся на широкоугольную камеру. Значит, запись видео производится в Full HD разрешении 30 кадров в секунду. Тоже есть у нас рабочая электронная стабилизация. Но, к большому сожалению, у нас нет возможности переключаться между бикемами во время видеосъемки. Как по мне, это не дочет. Помню, в Realme 12 Pro Plus такая возможность была. Тут ее, к сожалению, нет. А теперь проверим запись видео с фронтальной камеры. Поддерживается у нас здесь 4К разрешение 30 кадров в секунду, что очень даже неплохо. Так что селфи-видео можно снимать в хорошем качестве и в хорошем разрешении. По этому параметру можно поставить смартфон уверенный плюс. Давайте теперь проверим запись видео в ночное время суток, как снимает смартфон. По шумам. Вот здесь вообще полная темнота. Можете посмотреть, насколько шумная картинка. Ну, в общем, в целом, в принципе, как я вижу, шумы не агрессивные. И в целом, и в ночное время суток смартфон снимает очень даже хорошо. И напоследок запись видео с фронтальной камеры в ночное время суток, как ведет себя аппарат. В целом, неплохо. Да, конечно, шумы присутствуют, но для ночного времени суток это вполне себе дожидаемо. Далее перейдем к нашему сравнительному фотоанализу. Начнем с широкоугольного объектива. Значит, угол захвата у всех трех смартфонов у нас идентичный. Давайте сделаем кроп, посмотрим, что у нас по детализации здесь будет. Ну, что сказать. В принципе, уровень детализации примерно сопоставим. Немножко цветовая температура различается. GT 6T выдал такой вот более розоватый снимок. Но в остальном, в принципе, я особой разницы не наблюдаю. Далее давайте сопоставим ночной снимок широкоугольника. Как-то вот по общей резкости сразу выделяется X6 Pro. Он выдал такую более контрастную картинку. Пока F6 и GT 6T более естественную. Но сделаем кроп. И что мы здесь видим? В то, что в ночное время суток многого от широкоугольника ожидать не приходится. То есть снимок получается такой вот более размазанный, размытый. Так что в ночное время суток широкоугольник тут у нас не сильно рабочий. Теперь перейдем к основному объективу при дневном освещении. Опять-таки давайте сделаем кроп. И что мы здесь наблюдаем? А то, что GT 6T выдал самый такой вот контрастный снимок. Пока F6 как будто небольшой дымки у меня получилось при контрастном освещении. X6 Pro, что это такая у нас получается золотая середина. Ну, в общем, в целом, в принципе, при дневном освещении разница между объективами, конечно, ощущается. Но кто лучше, кто хуже, лично я затрудняюсь ответить. Каждому может понравиться свой снимок. Далее перейдем к основному объективу в ночное время суток. Опять-таки X6 Pro выдал самый такой вот контрастный снимок. Аж чересчур. В реальности, конечно, все было больше похоже как на GT 6T и Poco F6. Давайте сделаем кроп. Посмотрим, что у нас по детализации. Ну, что сказать, в ночное время суток все смартфоны справляются с задачей, поставленной очень даже хорошо. Немножко X6 Pro высветляет реальность, но GT 6T и Poco F6 более естественный снимок. По детализации, в принципе, всем трем смартфонам можно поставить одинаковый балл. Давайте еще одну локацию в ночное время суток сопоставим. Сделаем кроп. Что мы здесь можем наблюдать? Давайте вот на машине акцентируем внимание. Ну, самый такой вот резкий снимок, по мне, получился на GT 6T. Но, опять-таки, разница совсем-совсем минимальна. Poco X6 Pro немножко получился в темных участках сцен замыленный. Poco F6 что-то у нас золотая середина. Хотя, если смотреть на освещенные участки сцены, то здесь разница вообще у нас, по сути, незаметна. В общем, в целом, в принципе, фото возможности у всех трех смартфонов сопоставимы. Какой-то сильно большой разницы лично я не наблюдаю. Конечно, алгоритмы обработки немножко по-разному обрабатывают фотографии, но в целом, тут кому что больше понравится. Теперь сопоставим снимки с фронтальных камер. Значит, самый такой вот детализированный снимок получается на GT 6T из-за того, что у него более повышенное разрешение 32 мегапикселя. Давайте сделаем кроп. Что мы видим по детализации, тоже самую малостью он будет врываться вперед. Poco F6 и OX6 Pro самую малость будут отставать. Но, опять-таки, разница не столь уж и значительна. Ну и в ночное время суток давайте сопоставим снимки с фронтальных камер. Давайте сделаем кроп. Что мы здесь наблюдаем? А то, что Poco X6 Pro и Poco F6 будут отставать от GT 6T. В ночное время суток он выдает более проработанный снимок как по детализации, так и по общему снимку. Так что, в общем и целом, по фронтальной камере GT 6T будет вырваться вперед. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5500 мАч. Давайте посмотрим на результаты разрядов смартфонов при разных условиях. Сколько он теряет за 10 часов воспроизведения видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. А также, сколько производится разряд за час игры в Asphalt 9. И сколько он теряет за ночь при активной сим-карте. Для сравнения, вот вам результаты Poco F6 и X6 Pro. Как видите, автономность у него самая малость будет получше за счет того, что более емкий аккумулятор. Поэтому автономность, ну не скажу, что прям-таки сильно большая разница, но небольшое преимущество все-таки у этого аппарата у нас присутствует. И также смартфон может похвастаться более мощным зарядным устройством, поэтому скорость зарядки у него будет тоже обходить конкурентов. Итак, друзья, давайте подводить итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным, структурированным и объективным, воспользуемся наш сравнительный таблицей со всеми характеристиками. Что же можно сказать про данную модель смартфона? А то, что аппарат получился очень даже хорош и вполне себе конкурентоспособен. Ничуть не хуже, чем Poco F6 и X6 Pro. X6 Pro, конечно, будет более дешевая моделька, но все равно, как бы, после отношения цена-карактеристики, я считаю, что эта моделька смартфона получилась очень даже интересная. Что можно выделить в категории достоинств? Это его достаточно энергоэффективный и мощный процессор, который позволяет играть во все современные игры. И даже запас на будущее вперед у него есть. Также можно выделить отличную автономность со скоростной зарядкой 120 Вт, чем конкуренты похвастаться не могут. Хорошее фото и видео возможности. Запись видео в 4К разрешении 60 кг в секунду, чем не может похвастаться тот же Poco X6 Pro. Запись видео с фронтальной камерой в 4К разрешении, чего не могут оба аппарата от компании Xiaomi. Ну, также еще можно выделить хорошую прошивку с функцией записи звонков без выдавления, с кем вы будете разговаривать. То есть, прошивочка Realme лично мне больше импонирует, чем от Xiaomi. Ну и сам экран тоже качественный, хороший AMOLED-экран с функцией устранения Immersion DC Dimming и с 3D загнутыми краями дисплея. То есть, это такое у нас более премиальное решение. Каких-то существенных недочетов в данной модели лично я не заметил. Ну, разве что только вот запись видео с широкоугольником записывается только в одном режиме. То есть, переключаться между объективами во время видеосъемки, к сожалению, тут нельзя. Чем Poco X6 Pro может похвастаться. Так что в этом аспекте самую малость можно поставить небольшой недочет. А так, в остальном, как бы, аппарат получился вполне себе топовый. И по соотношению цена характеристики, он будет занимать такие вот лидирующие позиции, ничуть не хуже, чем Poco F6. Но там свои мнения касаемо данного устройства пишите в комментариях. Также не забывайте принимать еще все вопросы в ВКонтакте и ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. На этом большое всем спасибо за внимание, всем мира, добра и до скорых встреч в будущих обзорах.